Добрый вечер, уважаемые товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия – о соотношении экономической и политической борьбы рабочего класса. Лекцию читает секретарь Деградского комитета РКРП и Росфронта Степан Сергеевич Малинцов. Пожалуйста. Здравствуйте! Уже представили, что я представляю Российскую коммунистическую рабочую партию. Партия, которая стоит на позициях ортодоксального марксизма-ленинизма. Эта теория, которая превратила социализм из утопии в науку. Наметила пути достижения, построения социализма. А именно, идейное руководство со стороны коммунистической партии борьбой, классовой борьбой пролетариата за завоевание политической власти и построение социалистического общества. Поэтому условная борьба, поэтому классовая борьба условно разделяется на экономическую и политическую. Вот в этом аспекте. Экономическая борьба, как говорил Владимир Ильич Ленин, это борьба отдельных рабочих или групп рабочих против своего хозяина, своего капиталиста. Либо группы капиталистов за улучшение материального положения. Политическая борьба, подчеркивал Ленин, это борьба уже против правительства. Против правительства за что можно бороться? За политические права и свободы, прежде всего. Всего народа. И за расширение политических прав, прежде всего, тоже самого пролетариата. Исторически, в конце 19 века, внутри российской революционной социал-демократии возникло течение, которое на первый план выдвинуло экономическую борьбу и откладывало политическую как бы на потом. А именно, когда рабочий класс улучшит свое материальное положение, вот тогда, наверное, он сможет заняться политической борьбой. Название это получило, течение это получило название «экономизм». Теоретики экономизма, прежде всего, возникли внутри легального марксизма. И известные наиболее фамилии, которые остались в истории против учения, которых боролся Владимир Ильич Ленин, это такие деятели, как Прокопович и Кускова. Они все ровесники Ленина. Прокопович был преподавателем философии, доктором философии. Изучал марксизм, был знаком с Плехановым, входил в эти кружки во все. Кускова и его жена. Потом, по мере, так сказать, своего собственного мировоззрения, установки критики марксизма, они выдавали, конечно, за развитие марксизма, они отошли от социал-демократии и вошли, влились в партию кадетов. Прокопович, он был министром во временном правительстве Керенского. После революции вот эта пара семейная эмигрировала за границу, где благополучно жила до 50-х годов. Наиболее известная их работа, которую написала Кускова, это «Кредо», так она называлась. Они изучали, ну, а им так казалось, что они изучали историю развития рабочего движения на Западе, пришли к выводу, что Маркс просто описал то, что было, а именно в Ржазе, как революционный класс, добилась политических свобод, пролетариат отношения к этому никакого не имел. Он просто воспользовался и поэтому выдвинул политическую борьбу на первый план. В России ситуация другая, деспотия, монархия, политических свобод никаких нет, и поэтому пролетариату в этом направлении двигаться бессмысленно, а лучше заняться экономической борьбой, улучшением своего экономического положения. Закон, который они вывели для рабочего движения, развитие идет по линии наименьшего сопротивления. На Западе, как они говорили, наименьшее сопротивление это было политическое, поскольку буржуазия очистила и освободила все пути, а в России это экономическое, даже политический путь закрыт. Девиз рабочего движения, согласно их доктрине, это борьба за улучшение экономического положения. Таким образом, экономическую борьбу они оставляли пролетариату, сами они, конечно, помогали участвовать в экономической борьбе, а политическую борьбу – это уже интеллигенция в союзе с либеральной буржуазией, потому что буржуазия на Западе победила, завоевала, и здесь тоже они видели в либеральной буржуазии ту политическую силу, которая расчистит путь для того, чтобы пролетариат уже включился. Владимир Юрьевич Ленин критиковал эту линию, во-первых, потому что все неправда, не буржуазия добилась на Западе политических свобод, а пролетариат вместе с буржуазией участвовал, и он в основном приложил основную силу для того, чтобы эти свободы получить политические. И второй момент. Экономическая борьба, которую ведет рабочий класс, она не выходит за рамки трет-юдианизма. Он никогда не дорастет до понимания социалистических научных идей. Социализм – это наука, поэтому она вносится туда, социал-демократии тогда, коммунистами вносится в рабочее движение, и классная борьба, и рабочее движение должны соединяться в одно целое. А в данном случае, при этой постановке, пролетариат ведет свою борьбу экономическую, а социал-демократия вместе с либеральной буржуазией – это политическую борьбу. А кто вносит социалистическое осознание, собственно говоря, остается за кадром. Потом Ленин критиковал линию экономистов, что якобы через экономическую борьбу пролетариат вовлекается в борьбу политическую. Он говорил, что это не единственный путь вовлечения в политическую борьбу, что есть и другие пути. Масса вовлекается в политическую борьбу той несправедливости, той деспотии, тем гнетом, который в обществе царит. Поэтому в своей политической борьбе пролетариат не одинок. Его могут поддержать другие классы и слои в борьбе за демократию. Поэтому в политическую борьбу необязательно через экономическую можно втянуться и развить ее. Это то, что было в истории российской социальной демократии более ста лет назад. Есть другая крайность, которая на первое место выдвигает политическую борьбу. Мы знаем таких представителей. Например, мне запомнился больше всех Бондарчук, современный представитель. Это с Украины. Он был в партии КПУ. Депутатом Рады. Его линия была на Украине, которую он проводил, это создание советов. Всеукраинский совет рабочих. Он говорил, что профсоюзы это вредная, дружеская форма организации рабочего класса. Она занята экономической борьбой, не думает ни о чем, кроме как набить себе карман. Поэтому профсоюза мы поддерживать не будем. Мы будем сразу создавать советы для того, чтобы брать власть в свои руки. Вот профсоюза он на дых не переносил. Вот сразу советы. У него были какие-то там действительно попытки, и даже успешные, может быть, на некоторых заводах создавались такие советы и как-то себя проявляли. Но массового движения это не нашло. Даже не нашло на Украине. Окончил Бондарчук интересно тем, что на выборах Янукович-Ющенко, когда были выборы, он нашел поддерживать Януковича. Вот вроде как за политическую власть и такой кульбит совершил. Теперь хотелось бы ознакомиться с современными концепциями в отношении этого вопроса. Экономизм, он, или, так сказать, наоборот, его антипод, как мы видим, существует. У нас есть товарищи, которые активно исследуют этот вопрос. В частности, Михаил Васильевич Попов, вы его знаете. Он даже написал такую брошюру «Классовая борьба», где поставил данный вопрос и пытался его разрешить. Я здесь написал кратко логическую доктрину, которую он здесь заложил. Он рассматривает политические и экономические формы борьбы, Михаил Васильевич. И говорит следующее, что главная задача «Классовой борьбы» это государство, диктатура и пролетариата. Это главная, конечная цель. Мы за это боремся. Но к диктатуре пролетариата приводят советы. Советы являются основой диктатуры пролетариата, а не парламент. Парламент с помощью на буржуазных выборах разве можно завоевать власть? Нет, конечно. Советы. Советы рождаются из-за бастовки. На заводах начинается забастовочная борьба. Мы знаем историю 1905 года. Это он исторически говорит, как это было. А забастовка это экономическая борьба. В основе забастовки первые требования это требования экономической борьбы, получения материального положения. В парламенте на этом пути, так сказать, парламентаризма. Выборы буржуазные. Это политическая борьба. Она ни к чему не ведет. Она только, так сказать, напрасно уводит в сторону. На выборах и победить нельзя, да и участвовать, собственно говоря, нельзя. Он пробовал, Михаил Васильевич, участвовать, оказалось, что подпись он собрать не смог. Подписи может собрать только тот, у кого мешок денег. Кто может нанять людей, которые будут стоять у станции метро, собирать подписи. Поэтому тут ничего не дает. Вот надо идти этим путем. В основе всего экономическая борьба. Это постулирует Михаил Васильевич. Так ли это? Исторически. Вот кредо. Примерно то же самое. Помните, на Западе марксизм возник как течение, которая, или нет, как теория, которая описала то, что было. А именно буржуазия получила, завоевала политические свободы и пролетариат просто воспользовался ими. То есть он искажал историю, Леонид говорил, не так это было. И здесь все было не так. Ведь для того, чтобы была диктатура пролетариата, чтобы пролетариат завоевал свое воро, он прошел длительный путь. Не только по этой линии шло развитие, шло развитие политической борьбы. Ленин же говорил, что можно вовлекать борьбой за демократию, вовлекать разные слои. И участие в выборах было важным элементом. В детской болезни ливизны Владимир Ильич подробно остановился на вот этих заблуждениях о том, что не нужно использовать вот эти формы борьбы. И само участие в парламенте в учредительном собрании. Не имея большинства, но тем не менее партия большевиков там была, Ленин говорил о том, что участие в буржуазном парламенте не затрудняет, а наоборот облегчает передачу власти советов. Ведь на каком-то этапе должен зайти вот этот переход, власть от парламента и передается советом, от буржуазного парламента. И вот наличие фракции большевиков в буржуазном парламенте облегчает эту передачу. Поэтому изначально вот эта постановка и цепь, она неверна. Дальше. Михаил Васильевич разворачивает следующую линюцию. Экономическая борьба стоит в основе всего. Экономическая борьба, она подразумевает некий организованный такой центр, который ее ведет, потому что это не очень просто организовать забастовку и прочее. То есть это профсоюзы. То есть упирается экономическая борьба на создание профсоюзных организаций, на создание профсоюзов. Профсоюзы способны организовать забастовку либо угрозы забастовки. И как итог вот этой борьбы это коллективный договор на каждом предприятии. Вроде все верно, да? Ничего такого нет. При этом, когда он описывает вот эту цепь и разворачивает, он попутно рассказывает о достижениях, которые были достигнуты на этом пути. Коллективный договор в основном идет разговор вокруг профсоюза докеров. Как они добились погрессивных условий труда, добились повышения заработной платы, инфляция плюс 5%, реальное повышение заработной платы у них идет каждый год. И вот нужно брать пример с докеров. Каким образом можно улучшать свое материальное положение. Но, когда читаешь рассказы про докеров, между строк какое-то лукавство проскакивает. например, у докеров все хорошо, заключили коллективный договор инфляция плюс 5%, в другом месте Михаил Васильевич пишет, что у них был дополнительный отпуск, сколько-то дней там, чуть ли не 20 или 30, и они его обменяли на какой-то момент на эквивалент, которая вошла в заработную плату, на денежный эквивалент. Михаил Васильевич их предупреждал, не делайте этого, он правильно предупреждал, нельзя этого делать. Отдали дни отпуска, конвертировали их, или монетизировали заработную плату, инфляция через какое-то время превратила в ничто доплату, которая была на первом этапе значительной. Но как она могла превратить в ничто инфляцию, если у них в коллективном договоре предусматривалось на 5% подъем? Наоборот, должна была вырасти, а она почему-то уменьшилась. Значит, что здесь произошло? Нам остается только догадываться, что здесь произошло на этом этапе. Тем не менее, он разворачивает дальше свою логическую цепь. Коллективный договор – это борьба на одном предприятии. Вот если все предприятия начнут бороться, как докеры, добиваться, научиться вести забастовки и прочее, то, конечно, надо выходить на другой уровень же, на уровень России. И вот тогда экономическая борьба, когда выходит на уровень всего класса, на национальный уровень, становится классовая, следовательно, борьба политическая. И вот эту борьбу должен кто-то координировать. И координировать должен, например, есть такая площадка Российский комитет рабочих. Вот он призван координировать вот эту борьбу с рабочих на отдельных предприятиях, экспедиционных площадок. И она ставит в повестку дня основные вопросы, которые максимально улучшают экономическое положение. Это борьба за заработную плату, у него есть концепция стоимости рабочей силы, нужно соответствовать, и за шестичасовой рабочий день. И вот рабочий класс добивается повышение заработной платы, достоимости рабочей силы, сокращение рабочего дня, у него появляются и материальные возможности, и свободное время, и он начинает уже задумываться, куда его применить, в общественное направление, организует советы, потому что у него есть время свободное их организовывать, и средства материальные. Организует советы, и начинает осуществлять власть. осуществлять власть. То есть, это, по сути дела, уже социализм. Но при социализме экономическая борьба, Михаил Васильевич говорит, не прекращается, она идет дальше при социализме. И вот здесь тоже интересный момент. Как идет дальше борьба при социализме? Михаил Васильевич считает, что старыми способами она должна идти. А именно, профсоюзы на предприятиях могут объявить забастовку, выставить требования, объявить забастовку. Но ведь власть и государство уже рабочего класса, как можно улучшить свое материальное положение рабочим? По-другому можно как-то? Кроме как забастовки? Прежде всего, при том, что и власти, и производство в руках рабочего класса. Для того, чтобы улучшить свое материальное положение, надо выполнять плановые показатели, снижать себестоимость продукции. Разве забастовка помогает решить эту задачу? Выполнить плановые показатели и снизить себестоимость продукции. Более того, она подрывает в некоторых вещах забастовка и ставит под удар вообще выполнение всего плана. То есть часть какого-то коллектива, интереса какого-то коллектива противопоставляется общим интересам. А коммунисты всегда должны говорить, что рабочее движение в целом его интереса выше, чем интересы отдельных его частей. А здесь у него все перевернуто с ног на голову получается. для того, чтобы поднять престиж и роль профсоюзов, он ссылается на Владимира Ленина и говорит, что профсоюзы это школа коммунизма. Поэтому, когда мы начинаем создавать профсоюзы, мы учим людей в коммунизме. Но ведь это сказано было для другого периода. Это сказано было при власти рабочих крестьян. Тогда они становятся школой коммунизма. А при буржуазии это просто органы экономической борьбы. Организация экономическая, форма организации для экономической борьбы с буржуазией. Она школой коммунизма пока еще не является. Более того, если там будет преобладать политика треть-юонизма, она никогда и не станет школой коммунизма. Она самостоятельной школой коммунизма стать не может при засиле буржуазной идеологии, при господстве буржуазии. Поэтому это ложные моменты. Ну и вы знаете, что Михаил Васильевич есть вещи, которые он пытается подкрепить классиками. Например, он пишет, что Карл Маркс уважал промышленных капиталистов. Что он это взял. Вот в этой книге написано. И начинает говорить, что сейчас у нас промышленные капиталисты это прогрессивная часть буржуазии, что торговые капиталы и банковские ростовщики душат эту прогрессивную часть буржуазии, не дают дешевые кредиты. буржуазии, и поэтому получается, что вроде как надо помочь отечественной буржуазии получить эти дешевые кредиты для того, чтобы они развивали промышленность. Так следует. Отдельно он останавливается на индексации, на повышении реального содержания заработной платы, как из основных моментов. Михаил Васильевич предлагает Фонд Рабочей Академии добиваться это через заключение коллективного договора. Но сама по себе такая постановка борьба рабочих со своим хозяином есть слабый зачаток классовой борьбы, как говорил Владимир Вячеслав Ленин. Он называл это слабым зачатком классовой борьбы. Это не классовая борьба, а ее слабый зачаток. Вот этот слабый зачаток ставится в абсолют как некое достижение коллективного договора и предлагает вот эту доктрину реализовывать на практике всем. Мы пробовали саму по себе решить задачу узаконить повышение заработной платы. Но подверглись резкой критике со стороны Фонда Рабочей Академии. Речь шла о том, что на практике несмотря на все прогрессивные законы и коллективные договора заработная плата в среднем от уровня инфляции падает, все время снижается. И обращение в суд и в прокуратуру и прочие инстанции не позволяет ее реально повышать. суд трактует так, что если работодатель хозяин поднял на 10 рублей заработную плату, он выполнил существующую норму закона. И профсоюзы предложили, чтобы можно было использовать судебные способы защиты своих прав, внести дополнение в трудовые кодексы. И чтобы судья не мог так трактовать, что на 10 рублей поднял, значит выполнен норму закона. И ввели предложение записать, что повышение работодатель обязан делать ежегодно не меньше индекса инфляции. Не меньше индекса инфляции. Вроде прогрессивная мера, однако она подверглась почему-то резкой критике. И что только не говорили, почему-то что индексация мы хотим заморозить заработные платы и проще и проще. Хотя не меньше, больше пожалуйста повышать, меньше нельзя. И вот договорились до того, что это выгодно буржуазии, потому что поправку в статью 134, которую вынесли на слушание в Госдуму, поддержали буржуазные партии. ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия. Аргументация такая. Почему они поддержали эту поправку? Да потому что сама поправка вот эта, она еще не выходит из рамок треть юнеонизма. Но разве мешает в капиталистическом строительстве принять такой закон? Он что, разрушится от этого или нет? Нет, конечно. Это в рамках существующего строя. Никакой угрозы строя он не несет сам по себе. Точно так же, как и тот трудовой кодекс, за который разрабатывала и боролась Фонд Рабочая Академия вместе с профсоюзами, он не нес угрозу капиталистическому строю. Это треть юнеонизма. Ну и приняли какой-то проект. Это не значит, что не нужно было бороться. Я просто говорю, что он в рамках треть юнеонизма. И этот закон, по 134 статье, тоже был в рамках треть юнеонизма. Поэтому эти партии проголосовали. Но самое интересное, что позиция Михаила Васильевича поддержала Единая Россия. Она вместе с Михаилом Васильевичем выступила против. Аргументация была другая, но политический результат тот же. Нельзя поэтому вот таких союзников набирает эта концепция. Это была критика, так сказать, позиции под рабочей академии. И пока это существует в теории. Что же на практике? На практике переходим к экономической борьбе, которую ведет рабочий класс. Он ведет экономическую борьбу сам стихийно в каком-то в мире без влияния или участия других сил. Он способен сам вести экономическую борьбу в рамках существующего строя. Вот здесь статистика, которую отработал институт профсоюзов за пять лет. С 2014 года по 2018 мы видим, как социально-трудовые конфликты они называют. Это количество социально-трудовых конфликтов по годам. В 2016 году был пик и небольшой склад. Но дело в том, что в 2016 году на пике средняя продолжительность конфликта была 16 дней, а в 2018 28 дней. О чем это может говорить? Это может говорить о том, что противостояние между классами нарастает. Ожесточенность нарастает, вопрос не решается, конфликт затягивается, он не разрешается. Поэтому общее количество дней конфликта выросло суммарно, несмотря на снижение количества процессов. Какие причины трудовых конфликтов? На первом месте это не выплата зарплаты. Вот она примерно одна и та же. Больше половины. 66, 68, 63. Видно отчили, да? Снижение зарплаты 23, теперь 29. Сокращение сокращение. Видите, примерно в районе 20 с небольшим. Условия труда. Рост за условия труда от 7 до 15 процентов выросло. Невыплата надбавок 6, 9, 15, тоже резко растет. Ликвидация предприятия, угроза ликвидации приблизительно на том же уровне осталась. Мы можем сказать, что основная причина конфликта, она так или иначе, основная причина связана с заработной платой. Либо невыплата заработной платы, либо снижение заработной платы, либо невыплата надбавок. Вот это основная причина конфликта. Заработная плата. По ликвидации предприятий. Вот сейчас у нас ликвидируется форт завод. Он здесь отмечен в этой книге Михаила Васильевича как тоже прогрессивный профсоюз, который добился хорошего коллективного договора. Но тем не менее в условиях капитализма все это шаткое, все это условные достижения и победы. Без политической борьбы нельзя развернуть широкую экономическую борьбу. Невозможно. Потому что она создает условия, в которых борется рабочий класс. При каких условиях, какая обстановка. Легально стать профсоюзом, честно говоря, очень сложно. По закону он вроде разрешен, а если ты начнешь его создавать и как-то себя проявлять, то окажется, что сделает все администрация, чтобы ликвидировать этот профсоюз в самом начале. Значит, причины. Мы отметили для себя, что заработная плата на первом месте. Дальше формы борьбы. Какие формы борьбы применяются? Забастовки на первом месте находятся пикеты. Идет снижение с 54 до 25. Митинги снижение с 54 до 22. Голодовки тоже снижение. Перекрытие трасс. Не было отмечено в 2018. Это формы борьбы, которые применяются. Забастовка устойчива как форма борьбы устойчива растет. Отмечаем это. Все остальные формы считаются менее эффективными по отношению к забастовке. И здесь с Михаилом Васильевичем, который говорил забастовку главную, можно согласиться. То есть это подтверждается. Формы борьбы. Это были публичные формы в анализе, а это не публичные формы. коллективные обращения снижаются, угроза проведения забастовки сохраняется на прежнем уровне. При становлении работ, согласно статье 142, не выпад заработной пазы в следующие двух недель, сократилось с 28 до 5. И коллективное увольнение, оказывается, есть такая форма коллективное взять и уволиться. 8, 11, 5. Достаточно присутствует. Здесь мы можем отметить, что все формы непубличные формы борьбы за исключением угрозы забастовкой пошли на спад. То есть угроза забастовки и сама забастовка сохраняет и даже увеличивает свою позицию в арсенале борьбы экономической. Организованность теперь. Есть доктрина, что профсоюзы организуют борьбу экономического и рабочего класса. А на практике статистика свидетельствует другую анимочку. А именно большинство вот этих действий совершают неорганизованные работники. 60, 67, 77 в 2018 году. Профсоюзы системы ФНП с 31 до 17 уменьшены. КТР 7, 7, 5. Ну и другие профсоюзы незначительны. Статистическая погрешность 2, 1%. О чем это говорит? Это может говорить о том, что, во-первых, ФНПР, как профсоюзная организация, теряет свои численности из года в год. Она теряет охват профсоюзного членства. Ну и, конечно же, главное, это политика, которую проводит ФНПР. То есть, трудящаяся по чему она теряет численность ФНПР. Потому что она прислуживает работодателю зачастую, особенно руководство. Вот Шмаков у нас есть несменяемый президент ФНПР. Он же сидит 30 лет. Больше. кто его выбирает, каким способом, совершенно непонятно. И вот здесь, если бы удалось вести какую-то демократическую процедуру по выбору председателя, я думаю, что политика ФНПР была бы больше похожа на третий-юническую политику, чем на откровенно буржуазную, антирабочую, которую они сейчас ведут. Поэтому основная задача, наверное, товарищ кто работает в ФНПР, это добиться открытых выборов председателя ФНПР. От этого тоже многое зависит. Следующая парня. Это адресность обращений в ходе конфликтов трудовых. Местная власть за разрешением, за помощью, за разрешением апелляций какие-то, местная власть 70 38, правительство 10 1 3, прокуратуру 58, достаточно много, 55, снижение 33, государственная инспекция труда 30 35 18, в суд 4 18 3, низкое количество в суд. Администрация предприятий 16 28 18 и президент 46 52 26, снижение. Мы видим, что работники в целом снижают задействованность органов государственной власти в разрешении конфликтов. Они надеются только на свои силы, разочаровываясь в государственных институтах. Налицо эта фунденция. Это уже политическая составляющая. В прошлом году под шумок чемпионата мира по футболу буржуазия и правительство запустили реформу пенсионную, повышение пенсионного возраста. И интересно посмотреть, какие формы протеста и кто был организатором протеста. Это политическое уже действие буржуазии, которое выхудшает положение всех наемных работников. И при правильной постановке вопроса можно было развивать борьбу против этого новшества. что мы видели на практике митинги 522 было проведено. Пикетов 105, одиночных пикетов 55, автопробегов 7 и флосмобов 2. Вот это то, что сказать смогли мы с вами всей России в ответ противопоставить всего лишь. Кто был организатором этих мероприятий? Политические партии 65%. Общественные организации 19, профсоюзы 15. Касалось бы вроде профсоюзов тематика они должны быть больше, чем в общественной организации веки. Однако вот линия руководства, линия Шмакова на поддержку в конечном итоге на сглаживание привела к тому, что незначительный кефициент участия. И другие 4%. Политические партии наверное это их хлеб называется. Здесь российская коммунистическая рабочая партия участвовала во всех митингах, которые были, в частности от нашего отделения во всех мероприятиях, которые были в городе. Мы в публичных выступлениях призывали, что главное оружие против пенсионной реформы это конечно всеобщая забастовка. Она наиболее сильно ударила бы по рукам правительства. К сожалению, рабочий класс не подхватил, не услышал и собственно и как он мог услышать, если трибуна не такая уж большая, не очень высокая. Как себя вели товарищи фонда рабочей академии? Я так и не понял. Поддерживают они планы правительства? Не поддерживают. Они заняли какую-то позицию о снижении рабочего времени. А повышение пенсионного возраста что? Надо повышать? Как вы считаете? Не надо? Ну вы скажите, объясните. То есть публично и ярко по повышению пенсионного возраста и что делать? Можно ли остановить это или нет? Как-то вот не было заявлено. Рекомендовали включиться в борьбу за шестичасовый рабочий день, что само по себе мы не отрицаем борьба за шестичасовый рабочий день. Это хорошее дело. Но можно ли добиться шестичасового рабочего дня без борьбы политической на отдельных предприятиях достижимо это вообще? Получить свободное время и потом заняться борьбой политической. Это то, что мы имеем на практике. Какой опыт соединения экономической и политической борьбы в мире можно предложить для изучения. И прежде всего это опыт наших греческих товарищей Коммунистической партии Греции по созданию Всерабочего фронта ПАМЭ. Профсоюзы вместе с коммунистами под коммунистической идеологией именно соединения как раз научного социализма научного коммунизма с рабочим движением с профсоюзом позволяет достаточно успешно и громко заявлять и проводить отстаивать свои права. Мы знаем, что профсоюзы ПАМЭ способны вывести в Афинах порядка 200 тысяч человек. Это достаточно много. Это забастовка с выходом на улицу. Здесь есть Юрий Петрович, отец своего работал на заводе который сейчас называется электросила. Работал он еще до революции. Оставил мемуары и рассказывал как шло развитие экономической и политической борьбы русских рабочих того времени. Забастовка вначале начиналась все сидели на своих местах не работали. Потом она начинала выходить на улицу. Для чего выходили на улицу? Для того чтобы к забастовке присоединились другие предприятия которые работали. и вот выходили работники рабочие с электросилы шли по московскому заходили кричали останавливая работу и так обрастая шли к центру. Забастовка с выходом на улицу это более мощная форма по сравнению с борьбой за коллективный договор с политическими требованиями и профсоюзи ПАМИ как раз идут по этому пути у них забастовки с выходом на улицу. Есть разные формы юридической так сказать оформления своего положения вот в виде коллективного договора это работники отдельного предприятия с хозяевами своего предприятия а если отраслевое соглашение оно выше по своему значению чем на предприятии напомню Ленин говорил это зачаток слабый зачаток классовой борьбы вот это вот слабый зачаток отраслевое это уже более серьезный успех это объединение целой отрасли и вот как раз профсоюзы ПАМИ они идут по пути заключения отраслевых соглашений не коллективных договоров на предприятии отдельных а для целой отрасли это более высокий уровень борьбы и успехи у них более значительные в политическом плане Компартия Грессии участвует все время в выборах у них есть депутаты Европарламент и Парламент Греции и вот здесь опять же Михаил Васильевич говорил что вот эти политиканы которые зовут рабочих на выборы они преследуют свои корыстные интересы используют для того чтобы пройти в Думу получить деньги оклад и плюс еще за то что избиратели за них голосуют из бюджета предусмотрена определенная оплата содержания политической партии которая получила процент голосов сейчас 150 или 132 рубля или 152 рубля за каждый голос достаточно много когда несколько миллионов голосов не соберем то это очень большая сумма значительная и вот для этого и участвуют в выборах вот в Компартии Греции депутаты деньги получают из ЦК партии каждому назначен свой оклад который не выше заработной платы рабочего все деньги идут в ЦК и уже оттуда распределяется зарплата депутатам столько-то другим категориям столько-то поэтому ничего здесь личного корыстного нет и напротив участие присутствие депутатов позволяет проводить вот эти как раз акции и по захвату зданий министерств на какое-то время заходит народ есть форма такая занимает блокирует работу тем что невозможно работать когда у тебя в кабинете стоят 50 человек и в коридорах везде вывешивают транспаранты как раз здесь депутаты на первом плане в первых рядах потому что они являются гарантом что против протестующих профсоюзов ПАМа не будет как раз применена силы и спецсредства поэтому здесь мы видим удачное сочетание и экономической и политической борьбы отчасти российская коммунистическая партия пошла по такому же примерно пути здесь у нас в России прежде всего мы работаем в классовых профсоюзах системы защиты это экономическая борьба но экономическая борьба в которой уже внесена определенная идеология классовых профсоюзов и профсоюз защита может быть он не такой уж и большой и заметный но тем не менее он позицию классовую четко выдерживает и входит на международном уровне во всемирную федерацию профсоюзов в настоящее время идет усиление смышки с профсоюзами системы СПР которые тоже включились и вошли в систему ВФП Всемирной Федерации профсоюзов и создали бюро РКРП участвует и в мероприятиях фонда рабочей академии и прочих российских комитетах со своей позицией мы слушаем товарищей чему-то учимся у них ну и в то же время мы говорим свою точку зрения свой взгляд ну и главное в политическом плане это создание широкого блока классовых сил Родфронт для участия именно в политическом процессе то что напрочь почему-то отрицает Михаил Васильев в своей книжке классовая борьба для вовлечения в политику политическая партия Родфронт вот у нас он говорит что нельзя собрать подписи без мешка денег но мы видим что на выборах в ЗАГС собрания в 2016 году региональное отделение РКРП Родфронта могло предоставить необходимое количество подписей и зарегистрировали список и участвовали в выборах участвовали для чего не для того что мы победим там займем парламент и установим государственные диктатуры пролетариата нет конечно для того чтобы использовать ресурсы трибуны если бы удалось получить депутатский мандат это здорово облегчило нам всем нам всем в том числе товарищам из фонда рабочей академии нашу агитацию и нашу работу вместо этого какие-то смешки непонятно а что делать не участвовать а что вы предлагаете бороться за коллективный договор то есть вы предлагаете опять же слабый зачаток классовой борьбы вместо более серьезного выхода на борьбу политическую на увлечение выборы президента КПРФ понятно выдвинула миллиардера Грудинина как себя повела рабочая партия России к чему она призывала мы Родфронт РКРП выдвинули кандидатов президента представителя промышленного пролетариата промышленного рабочего Наталья Сергеевна Лисицына она здесь стали собирать подписи мы понимали что останется Путин победить нельзя но тем не менее сам по себе выход на эту трибуну пропаганда о том что надо рассчитывать только на свои силы не верить никакие сладкие слова обещания что есть такая партия есть такая организация это надо было использовать это надо было делать надо было выходить на трибуну что предлагали товарищи фонда рабочей академии мне начали хихикать куда вы выдвигаете куда там не годится такого она не может так же хорошо говорить как говорят как говорим мы профессора не может поэтому ну что зачем же выдвигать зато посмотрите есть среди тех кто участвовал на выборах президента есть люди которые написали очень хорошие программы например Сурайкин коммунисты России и вот Михаил Васильевич 30 минут рассказывал какая хорошая замечательная программа у Максима Сурайкина 10 сталинских ударов а кто такой Максим Сурайкин это спойлер КПРФ который управляется политтехнологиями Кремля ничего общего с рабочим классом с коммунистическим движением он не имеет и когда человек выходит и начинает рассказывать о его программе какая она хорошая замечательная он косвенно призывает по сути дела поддержать этого Сурайкина значит поддержать линию коммунистическую выдвижение промышленного рабочего для того чтобы выйти на трибуну это плохо а поддержать получается буржуазного какого-то кандидата это нормально почему нормально вот опять же с кредо с этими экономистами перекликается то есть рабочий класс пусть занимается коллективным договором борьбой за коллективный договор на предприятиях экономической борьбой улучшает свое материальное положение а мы будем участвовать на выборах президента поэтому я считаю что мы последовательно отстаиваем российско-коммунистическая рабочая партия последовательно отстаиваем принципы ортодоксального марксизма ленинизма сочетаем экономическую и политическую борьбу отдавая должное экономическим интересам рабочего класса и в то же время понимая что без политической борьбы ничего любить поэтому на первом месте должна быть политическая составляющая даже в экономической борьбе я закончил спасибо вопросы прочитать или вы давайте прочитаю представьте что вы руководите правком ЛМЗ или КЗ какие формы экономической и политической борьбы вы предложите рабочим есть третью ионийская например борьба которая не выходит за рамки то есть в первую очередь беда вот этих предприятий что они даже ее не используют они боятся объявлять забастовки или организовывать забастовки за улучшение материального положения в данных условиях особенно это касается Кировского завода где Пантелеев депутат Госдумы по спискам КПРФ вот у нас есть товарищ здесь Кировского завода который работает от Василия который работает по 12 часов и еще и по субботам то есть там просто эксплуатация сверхмеры у нас учат за 6-часовые бороться тут бы за 8-часовые отстоять поэтому в первую очередь наверное вот здесь в рамках тридеонизма то что можно делать спокойно и дальше конечно надо уже быть идейным для того чтобы двигаться дальше если председатель правкома понимает и разделяет коммунистические идеи ну видимо тогда он и должен выстраивать организацию агитировать организацию партийную это следующий шаг можно ли без создания советов еще в рамках буржуазного строя рабочему классу завоевать власть что вы имеете ввиду власть завоевать можно победить на буржуазных выборах но власть от этого еще не завоюется потому что власть осуществляет какие-то органы старые органы не годятся поэтому власть рабочего класса возможно только когда будут созданы организации осуществляющие эту власть советы без создания советов наверное не будет никакого государства диктатуры пролетариата если вопрос какой лозунг более радикален долой правительство или сокращение рабочего дня дело в том что один экономический другой политический без без сказать надо вначале убрать правительство а потом уже надо сократить рабочий день по-другому можно фантазии своих сокращать до бесконечности но в реальности он будет только нарастать как вы в нынешних условиях видите революцию в результате революции придет к власти революция она возможна только когда революционная ситуация когда созреет необходимые предпосылки в настоящий момент их нет в том числе благодаря отчасти потому что вы не дорабатываете в политических вопросах как мы захотим так раз нет будет но это ускорит процесс прошу пояснить что плохого в Франции что-то там эти митинги что происходит желтые жилеты во Франции там у них забастовка во Франции да идут процессы социальные процессы желтые жилеты насколько он захватывает экономические интересы не только рабочего класса и всех слоев общества поэтому он такой широкий насколько он широкие экономические интересы представляет там разные политические силы кто является ведущей политической силой в этом протесте вопрос то есть это надо знать специфику я полагаю что от них не партия рабочего класса руководит этим протестом хотя его надо использовать безусловно все вопрос закончен спасибо есть записавшееся наступление товарищ шмельев Егор Иванович пожалуйста напоминаем до 5 минут уважаемые товарищи давайте представим себе ситуацию 1905 года огромные массы пролетариата Петербурга и всей России вышли на политическую стачку против буржуазного правительства против эксплуатации трудящихся в первую очередь против монархии конечно но при этом при всей сплоченности рабочего класса в этот момент между разными политическими партиями которые по крайней мере представлялись защитниками интересов этого класса шла непримиримая политическая борьба при этом класс был настолько сплочен что от того что социал-демократы там кадеты ну не кадеты тогда еще их не было меньшевики большевики между собой вели дискуссии рабочий класс от этого не разваливался потому что он был сплочен едиными интересами в этот момент организация достигла такого что если на какую-то сторону переходит часть рабочего класса он переходит весь давайте посмотрим на сегодняшнюю ситуацию что сегодня происходит у нас при том что рабочий класс мягко говоря сейчас деморализован при том что он не занимается практически политической борьбой в относительном как он не занимался в 1905 1907 года но на фоне этого идет тенденция к образованию многопартийности внутри коммунистического движения откалывается все больше и больше кусочков от более крупных организаций к чему это может привести потому что если тогда когда я уже сказал одна часть рабочего класса переходит на сторону одной партии она тянет свой бесистолет класс то сегодня в условиях деморализации тот кто тянет одеяло на себя неизбежно его разорвет потому что одна часть пойдет за одними другая за другими и борьба будет принимать все более и более пассивный характер и в итоге рабочие они начнут отдаляться от коммунистов наподобие того как дети отдаляются от родителей на фоне постоянных семейных ссор вы скажете но это невозможно это в конце концов сломит нас но разве вы не видите что это цель они хотят нас сломить но кто они это проводники буржуазной идеологии внутри коммунистического движения враги рабочего класса которые выдают себя за его защитников и его интересов это самое опасное из всех врагов это те кто двигает капиталистические идеи внутри рабочего движения точно их очень много на самом деле они неприметны на первый взгляд но они повсюду и в основном как бы сейчас мы говорили что вот рабочие они большую часть проводят на заводе поэтому мне когда сидеть в интернете именно потому что коммунисты отделены от рабочих сейчас по большей части они представляют собой интеллигенцию или другие слои ну да мы понимаем что рабочие должны быть коммунистами но сейчас такой всеобщности нет и вот те кто сидят вот в интернете они в первую очередь разжигают эту внутреннюю рознь они эта рознь искусно разжигается заинтересованными группами лиц они именно продвигают эту идею что надо отколоться эти мелкие организации они придумывают какую-то свою идеологию какие-то свои идеи начинают придумывать появляются там те кто чуть ли себя Марцем и Лениным не считает что нужно делать хотя они чем-то напоминают по своей сути троцкистов хотя даже пускай не придерживаются этой идеи просто троцкисты они этим занимались когда уже было государство рабочих и крестьян а они этим занимаются до революции но сегодня в условиях нашей реальности они чем-то близки к такому затищу которое было между первой русской революцией и великой русской революцией то есть 1907-1917 годах и хотя Сталин в свое время показал на примере с троцкистами что лучший способ борьбы с такими подломками это пуля в затылок сегодня в условиях сегодняшней реакции мы должны использовать те методы которые были у большевиков на тот момент а именно изобречать их сущность и давать понять людям что не нужно раскалываться ортодоксальным марксистам преданным партийцам что не нужно раскалываться на огромное количество этих кусочков задача прогрессивной организации состоит в том чтобы наоборот аккумулировать в себе все эти прогрессивные элементы не дать им разбежаться по разным уголкам а задача оппортунистов естественно прямо противоположная способствовать развитию тенденции этой реакционной многопартийности для того чтобы рабочий рабочий класс наоборот отдалился от коммунистического движения деморализовался и утратил всякую способность к борьбе спасибо спасибо уложились пять минут товарищ Денисов не разбирались товарищи значит мое выступление будет посвящено двум вопросам значит во-первых о формах экономической борьбы и о врагах рабочего движения о приказчиках буржуазии значит ну понятно что самым эффективным на данный момент способом именно экономической борьбы является забастовка потому что от забастовки грамотно организованной в правильно выбранный период времени когда у предприятия много заказов буржую естественно неприятности он прибыль теряет и от потери прибыли хошь не хошь а приходится идти на какие-то уступки понятное дело что чтобы забастовка как способ экономической борьбы была успешной нужно грамотно выбрать оптимальное время для ее проведения чтобы нанести буржую максимальный экономический урон ну и естественно вынудить его идти на уступки естественно что забастовка будет успешной тогда когда рабочие действуют организованно дисциплинированно и когда у них сформирована рабочая касса взаимопомощи потому что естественно буржуй попытается лишить их их зарплаты то есть тут ну чтобы забастовка была для рабочих успешной нужно ее грамотно подготовить и естественно очень организованно проводить ну приходится сказать о таком крайне необычном ну ставшем распространенном и довольно глупом так скажу способе как голодовка когда рабочие объявляют голодовку буржуй радуется буржую очень радостно что рабочие голодают чем хуже рабочим тем выгоднее буржую поэтому необходимо разъяснять что голодовка она рабочим во вред буржую в радость и что оптимальным способом именно экономической борьбы является организованная массовая забастовка но любая экономическая забастовка должна содержать в себе не только экономические требования но и требования политические теперь что касается врагов рабочего движения ну мы прекрасно понимаем что одними из главных кроме буржуазии буржуазии естественно самый первый самый главный самый опаснейший враг и лютый враг но есть также приказчики буржуазии в рабочем движении есть соглашатели с буржуазией это социал-демократы у которых главным соглашателем с олигархи Геннадий Андреевич догадались о ком я ну а также некоторые отдельно взятые граждане провокаторы прикрывающиеся названием что они дескать от рабочих а на самом деле пропагандирующие Горбачевщину и антисоветщину не буду сейчас конкретно показывать пальцем на одного такого здесь к сожалению есть но с врагами надо бороться а что касается вопросов объединения о чем передо мной говорил предыдущий оратор ну нужно во-первых понимать с кем можно объединяться в каких формах это объединение вот есть очень хорошая форма это совместные действия объединяться в совместных действиях ну и в завершении своего выступления скажу что полностью согласен с тем высказыванием что никогда буржуазный антирабочий парламент ничего полезного и хорошего для рабочих не сделает буржуазный парламент будет защищать интересы буржуазии и пакостить рабочим поэтому можно использовать те преимущества которые дают участие в выборах для агитации и пропаганды но диктатуру пролетариата и власть трудящихся можно усыновить только при помощи новой социалистической революции благодарю за внимание спасибо так Герасим Иван Михайлович пожалуйста когда нам будет от революции товарищи ну вот наверное если Сталин не знал о том что коллективный договор это зачаточная форма красовой борьбы поэтому он провел коросальную забастовку в Баку проживший начало коллективным договорам на Руси и профсоюзному движению декабре 904 года через 5 лет написал замечательную статью о 5 годовщине ну можно посмотреть собрание сочинений второй том по моему вот а вот то что Ленин называл какого договора зачаточной формой красовой борьбы вот я такого нигде у него не слышал а вот что Ленин писал давайте посмотрим в работе великий почи Кармаркс в капитале издевается над пышностью и величивостью буржуазно-демократической великой хартии вольности и прав человека над всем этим фразерством о свободе равенстве братстве которое оцепляет мещан и филистеров всех стран Маркс противопоставляет этим пышным декларациям прав простую скромную дировую будничную постановку вопроса пролетариатам государственное сокращение рабочего дня вот один из типичных образчиков такой постановки и далее формулы настоящего коммунизма отличаются от пышного ухищренного торжественного фразерства каусских меньшевиков и эсеров с их мирами братцами из Берна мы можем добавить удальцовых и грудининых тем что они сводят все к условиям труда поменьше бортовни о трудовой демократии о свободе равенстве братстве о народоврасти и тому подобном сознательные рабочие христиане в наших дней в этих надутых фразах так же легко отличает жульничество буржуазного интеллигента как иной житейский опытный человек глядя на безупровизненно градкую физиономию и внешность бурородного человека сразу безошибочно определяет по всей вероятности мошенник когда я это читал и вчера мы это обсуждаем у меня перед глазами стоял некто Юлин который ну это не будем о нем много говорить так время не мара значит что мы видим значит мы видим что нелюборь к товарищу Гегерю со Степаном Сергеевичем немножечко сыграли злую шутку дело в том что политическая экономическая борьба это не разное извиняюсь за такое выражение очень красивая борьба это разные формы одной классовой борьбы которую ведет пролетариат вот Степан Сергеевич очень хорошо здесь вот нарисовал вообще очень ценные цифры привел и очень хорошо нарисовал вот этот крест то есть вот отсюда вот досюда крест нет ни одного примера можно наращивать свое влияние в парламенте как это делала коммунистическая партия Германии в начале 30-х годов можно сокращать свое влияние в парламенте как это делали послевоенные европейские коммунисты но вот отсюда досюда крест а как вообще устанавливался коммунизм в разных странах у нас на планете ну как говорится в соответствии с теорией чистой Мара где устанавливался потому что в Восточной Европе в Северной Корее, в Китае он установился по итогам Второй мировой войны коммунисты были единственной политической военной силой, которая до конца вела борьбу с фашизмом и японским милитаризмом и аж такие Красные Армии не позволили буржуазии иностранные свергнуть коммунистов в этих странах. Как это произошло в Греции, где Красной Армии не было и коммунисты были частью вырезаны частью эмигрировали в СССР пришлось. На Кубе тоже в результате вооруженной партизанской борьбы вошли в город и вначале даже не думали о построении коммунистического общества надо сказать и потом не очень-то думали и поэтому сейчас после смерти Кастро там вообще все под большим вопросом а если когда и совсем сменится поколение революционеров, не очевидно что там сохранится социализм вот. А как вообще говоря идет вот алгоритм. Вот давайте его назад разматывать значит диктатура пролетариата вот здесь Тихану Сергеевичу совершенно верно советы. Как вот у нас было. Диктатура пролетариата установилась в результате двоеврастия, было двоеврастия, были советы был съезд советов и вот уже этому совет съезду советов были советы где? На предприятиях войсковых частях и вот эти советы вооруженным путем съезду советов дали власть советы появились откуда? после февральской революции воспользовавшись в аркумом власти большевики на заводах создавали фабзавкомы а фабзавкомы не могли бы быть эффективными если бы они не были подкреплены вооруженной рабочей милицией то есть была рабочая милиция вооруженная были фабзавкомы были советы что такое фабзавком? это можно сказать забастком как бы не то что мирного времени не обязательно чтобы была забастовка но если есть этот фабзавком то он наряду с работодателем принимает ряд решений и по фабзавкомы в Петрограде решали вопросы приема и увольнения заработной платы ну и подкреплялись опять же рабочей милицией вот а откуда забастовки вообще говоря вот эти вытекают? а забастовки вытекают из экономической борьбы а как экономическую борьбу лучше вести? разводенные требования выдвигать или написать корт-договор здесь надо понять что во-первых корт-договор он служит комплексному осмыслению интересов рабочих это очень важно вот мы сейчас например уже в новое долгое время это самый длинный анекдот как мы говорим пишем корт-договор договор электрокранса ну и выкладываем это в интернет у нас фабрики там присутствуют при некоторых мероприятиях ну и в общем-то это очень интересно то есть люди сидят они осмысляют свои интересы на примерах вспоминают всякие случаи из жизни и осмысляют свои права ну и потом в ходе отстаивания этого корт-договора ну есть такое правило не беги строить гоночный автомобиль формулы 1 если не можешь перебрать велосипедный моторчик если ты не можешь посмотреть в глаза своему работодателю и ему что-то высказать и обстоять свою точку зрения ну не беги так сказать тогда ты лезешь куда-то там с воротирами мирового капитала разговаривать не дай бог ты к власти придешь в России они на тебя посмотрят вот так ты перед ними вот так и России не будет после этого ну что вот вот товарищи говорят вот по 12 часов там на электросеи где-то работают ну что вас избивают приходят молодые люди с бейсбольными битами и бьют тех кто не будет 12 часов работать начальство на вас посмотрит скажет надо вот у нас сейчас то же самое примерно начальство говорит подписывайте соглашение увольняйтесь по соглашению сторон а у него пожирки трясутся сокращение приказа сдать сокращение официальное провести а вот пишите по соглашению сторон вот в правкоме сидит значит гражданин как это над ним дьявол и ангер дьявол это председатель правкома нашего ангера это я с другой стороны я ему говорю не вздумай подписывать эту хрень а тот ему ну что ты будешь тебе все равно сдадут приказы сокращения все два месяца сократят а так тебе сразу дадут два крада ты пойдешь себе пенсию оформлять большую и вот кто-то дрогнуло а кто-то и нет те кто не дрогнули те сидят с ними ничего не делают на трехдневку переводили кто подписал а кто и не подписал тоже так сказать конечно не без влияния те кто не подписал никто не подходит работают на пятидневке и все ну товарищи дорогие если вы так не можете вопрос поставить ну куда вы лезете в политику и вбодаться с этими это же действительно так сказать ступень если не можете своих товарищей организовать как вы будете организовывать масштабы государства армию там милицию в борьбу тут же очень серьезные вещи будут так что вот на этой так сказать ноте я хочу сейчас если ничего не забыл упоминаю время ну а индексация конечно это не повышение никакой зарплаты это ее сохранение причем в суббизании потому что у нас весь год зарплата падает падает даже если нам восстановили на прежнем уровне в начале следующего года она опять следующего падает 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 и вот эта вот площадь поднатегральная что она у нас падает она никто не возместит то есть никак не повышение зарплаты я думаю что мы должны Степана Сергеевича вместе с ректором нашим поблагодарить за выбор самой темы и за то что значит есть повод поговорить и поспорить даже с нам в этом значит поэтому я бы хотел некоторые соображения сказать значит вот не особенно не особенно значит как бы сказать восторге от того что Степан Сергеевич все свел к выяснению отношений с Михаилом Васильевичем так тем более что я думаю что значит он не во всем так сказать понял что Михаил Васильевич там хотел сказать или проще но главная мысль с которой начал Степан Сергеевич и которую так сказать также поддержал Иван Михайлович она вот должна быть вдалбливаема что это одна и та же классовая борьба две формы и тема лекции была заявлена соотношение форм политической экономической борьбы и вот здесь когда значит мы должны отвечать на вопрос как это соотношение я думаю что значит Степан Сергеевич верно сделал что перешел на конкретные примеры вот в случае с индексацией вот в случае там с увольнением повышения зарплаты и так далее потому что одним общим как бы предложением можно сказать что все зависит от ситуации да дилектическое соотношение иногда на первый план должно выйти в другом случае по другому но абсолютно абсолютно понятно что одно без другого существовать не может без политической составляющей коренным образом вопрос решен быть просто не может ну не может даже если при капитализме очень сыто значит там кормить большие зарплаты и все равно так сказать эксплуатация сохраняется человеческое достоинство так сказать помыкается и так далее и с другой стороны Иван Михайлович тоже прав если человек не может бороться за свой кусок хлеба за рабочее место ну чего ты его будешь звать к борьбе за социализм а таких у нас людей сколько угодно он давай за мировую революцию стоим и прочее здесь очень мне кажется важно было бы еще показать что как одна форма перетекает другую вот известный как бы сказать такой закон что экономическая борьба когда она обретает соответствующие масштабы она перерастает и становится политической борьбой если значит речь идет о повышении зарплаты там на одном заводе это один вопрос если борьба выросла в выдвижении требования перед правительством и к этой борьбе подключились миллионные массы это уже вопрос политический здесь вот когда мы снова и снова возвращаемся к примеру про индексацию да я должен сказать что с точки зрения экономической площади подинтегрального там этого треугольника Иван Михайлович прав абсолютно что это борьба там это самое в догонялке и хрен догонишь когда-нибудь до конца но с точки зрения того что на этом вопросе можно поднять миллионные массы и этот вопрос всех заводов касается болезненный везде это вопрос политический здесь уважаемый Иван Михайлович со товарищами слабину так сказать дали и подыграли вольно или невольно нашим классам противникам это нехорошо и неправильно но точно так же это касается вопроса значит о участии в выборных компаниях и так далее да и вот здесь я снова возвращаюсь к вопросу который я задал Степан Сергеевич ну ты председатель правкома да ну с точки зрения экономической борьбы понятно все договор у меня зарплата я смотрю она была значит сравниваю с другими предприятиями смотрю там скажем сверхурочные условия отдельного человека посадил так сказать будет делать а вот в политическом плане это гораздо сложнее я думаю что здесь надо бы подчеркнуть что вот такие деятели или такие единицы как Кировский завод Элмазея они бы могли бы в силу своего авторитета в силу своей известности величины вносить гораздо больший вклад в это дело тот же как его фамилия это Пантелеев который депутат сегодня Госдумы да если бы он не пыкал мыкал а так сказать там ну действительно бы я Кировский завод совсем другая картина была или чего-то это касается вопроса вот пенсионной в том числе реформы потому что проявили вот эту слабину сколько там 14 депутатов выходцев из ФНПР и попробовали поднимать вопрос давай чрезвычайный съезд давай оценку в том числе шмаку и всем этим сукиным детям да вот вопрос переходит в политическую плоскость эту волну надо помогать разгонять выдвигать и двигаться доскачь вперед еще один вопрос последний который надо было бы мне кажется отразить в лес это использование политической составляющей для увода движения в тупик этот пример характерный когда КПРФ место в Думе а дальше всякие теорики которые подкидываются на фабрики и заводы а давай за народные предприятия вот посмотри у нас совхоз имени Ленина там средняя зарплата значит 70 тысяч или где-то пошли а мы обеспечим честные выборы тогда будет правительство народное доверие программа из 21 шага и народные предприятия везде вот этот пример как значит с помощью или как отталкиваясь от элемента политической борьбы дальше навязывают тупиковую ветру экономической так сказать модности в воде и в этом деле все топит и топит и топит но в целом я думаю еще раз разговор полезный но далеко не закончится он никогда не закончится так ну я тоже возьму пару минут с вашего позволения продолжение разговора что сказал Виктор Акадьевич я думаю это на нас это ивуна поиск истины наверное спорить мы будем еще достаточно долго ну несколько слов хочу поддержать Ивана Михайловича и вот эту схемку она очень наглядная вот эта как идет победе рабочий класс вот здесь вот стоит крест то есть через парламент никогда не прийти а вот он генеральный путь диктатура пролетариата диктатура пролетариата это все так это власть рабочего класса и вот она отсюда идет так а какая же экономическая борьба то есть схема все правильно за исключением на мой взгляд вот эта вот вещь то есть вот эта верхняя часть это генеральная линия вообще она единственная линия завоевания политической власти рабочим классом все остальное как угодно дополнили при бомбасе если бы Вася Ильич правильно сказал что участие в выборах участие в парламентах это важный элемент важный ну не главный я скажу насколько понимаю правильно процитировал и здесь же вот этот замечательный крест стоит поэтому вот эта борьба это есть политическая борьба но мы должны понимать я хочу поддержать Виктора Аркадьевича что если она ограничена каким-то первоначальным требованиям и не ведет туда завоевания политической власти то да экономическая борьба приведу такой пример вот все мы в этом решили построить замечательный дом который называется советская власть замечательная идея все с жаром принялись с чего начинается строительство дома вообще надо котлован выдать и фундамент сделать это работа которая незаметная но без нее без этой работы вот заключение кул заговора проведение коллективных действий не будет дома и те кто пытается построить дом без фундамента он развалится тут же и другое дело что когда товарищи говорят нет давай утрыть котлован и на этом мы работа граничен вот она да эта работа в таком плане никогда не придет строительство дома то есть вот такое противоречие а вот в Астану вот замечательно здесь сидели спасибо заключительное слово хочу поблагодарить всех кто пришел и слушал и всех кто выступил и вопросы задал естественно товарищ Егор говорил о том что основная задача противостоять тенденции внутри коммунистического движения разъединения я говорю что есть и разъединение есть тенденция противоположная на объединение причем Родфронт мы создавали как раз для того чтобы максимально широко объединить на самой простой организационной форме участие в выборах в политической борьбе для вовлечения есть более серьезные формы объединения в одну организацию единомышленников мы как РКРП имеем такой опыт объединения объединили северционной партией коммунистов в свое время сейчас и идут процессы сближения с УКП объединения возможно только на основании линейских принципов то есть выявить разногласия программного характера в том числе обсудить их эти разногласия программные выявить перед лицом сознательных рабочих после чего разрешить их и вот на данном этапе идет работа над программой РКРП по выяснению разногласия и товарищи из УКП для себя определили что программа РКРП та программа которую можно брать за основу и работать на ее базе что касается Ивана Михайловича он говорил опять зачитал Ленин из Великого Почина Великий Почин когда работа написана? 19 это касается это правильно это касается какой период капитализм социализма он писал что вот эта будничная постановка вопроса это постановка вопроса рабочего государства диктатуры пролетариата не правильно это Марс писал еще он ставил вопрос вот эти будничные постановки в план повестку дня это советскому государству вот эти вопросы оно призвано было решено и применительно Германии Краусского он так же ставил в данных раз можно ставить Великий Почин был написан в 19-м году когда политическая власть была в руках рабочего класса крест ну и что конечно этот крест стоит никто же не спорит зачем ломиться в открытую дверь и убеждать нас что с помощью на победу парламентских выборов называем тут же автоматически влазит диктатуры пролетариата государства можно поставить нет я говорю о том что вот это в этой книжке написано такая схема заложена исторически которая существовала и при этом отметается вот это которая существовала наряду с этой она тоже существовала в борьбе партии Ленина участие в выборах политическая борьба выдвижение требований вовлечения массы в политическую борьбу не через экономическую а борьбу за демократию даже формула такая есть диалектическо считать борьбу за демократию с борьбой за социализм борьбу за демократию в том числе широкие массы вовлекаются сразу не надо это отметать и говорить мы будем узким вот этим только заниматься также по 6 часовому и 19 часовому рабочего дню на практике кто заставляет работать Василия сбитыми его бьют кого заставляет угрозу увольнения угроза потерять работу и безработица какое-то время находить кредиты которые на нем висят экономическое положение заставляет рабочий класс продавать свою рабочую силу доставляет экономическое положение и долго он не может находиться без работы он вынужден соглашаться на те условия которые есть поэтому вот здесь как раз наша задача состоит в том чтобы с помощью различных мероприятий устранить саму эксплуатацию освободить человека от этой зависимости на этом я заканчиваю спасибо спасибо вам итак тема следующего занятия об опыте забастовки докеров в России ведет занятие член профсоюза докеров Беляев Макил Юрьевич встречаемся в следующий четверг субтитры Продолжение следует...